Всем доброго и замечательного времени суток. Я прошу простить меня за неидеальное освещение, макияж и все остальное. Я снимаю это видео спонтанно, постараюсь снять его одним куском, поэтому если я где-то заговариваюсь и оговариваюсь, вы меня простите. Также простите меня за то, что я знаю, что это видео будет актуально узкому кругу моих подписчиков, далеко не всем. И я прошу простить тех, кому это не актуально, но я снимаю это видео в большой надежде, что те, кому это видео будет полезно, Действительно, я принесу этим людям какую-то пользу и немножечко разъясню ситуацию по поводу учёбы в старших классах в Израиле. Я сама училась в Израиле в старших классах, я приехала в середине девятого класса, на иврите, я сразу говорю, кита-тет, и закончила здесь старшие классы 10, 11, 12, и из этого стоит сразу сказать, что да, в Израиле 12 классов обучения, и 10, 11, 12 называются юд, юдалев, юдбет. И классы здесь идут по названиям букв, а не по цифрам, а как раз-таки который, допустим, из десятых классов, вот это будет цифра. То есть всё получается наоборот. Достаточно отличается учёба в Израиле от учёбы в СНГ, другой подход, я не буду сейчас говорить, хороший он или плохой, у него есть много своих нюансов, но по факту, находясь в Израиле, ну нет смысла, грубо говоря, хаять эту систему образования, нужно её понять и как-то с ней взаимодействовать, потому что другой системы образования нету, хороша она или плоха, what you see is what you get, это то, что у нас есть. Итак, система образования такова, что аттестат об окончании школы, есть очень грубый перевод на русский язык, аттестат зрелости, и это мне каждый раз режет ухо, потому что Тудат Багрут, Бугер, это ещё как выпускник, да, Бугер Торишон, например, или Бугер, курс Козэ ВКЗ, так я буду называть это удостоверение об окончании школы, да, удостоверение выпускника. Итак, удостоверение выпускника получают далеко не все школьники, нету тут такого тянуть ученика, приписывать ему какую-то оценку, чтобы школа или учитель хорошо выглядел, обычно это не делается, обычно что заработал, то и получил, и мотивация каждого ученика, это его личное дело и дело его семьи. Это такой первый нюанс, да, что нет учителей, которые будут его умолять учиться и будут натягивать ему оценки. Учёба — это личная ответственность ребёнка, есть до определённого возраста, я, честно говоря, не помню до какого, есть ещё обязательное посещение по закону, то есть родители обязаны сделать так, чтобы их ребёнок находился в школе, но к самым старшим, последним классам это не относится, дело абсолютно добровольное. И есть два важных документа, которые нужно получить по окончанию школы. Первый документ, я его важность, когда мне объясняли в школе, когда я была год в Израиле, я вообще не понимала, потому что у нас было совсем другое мышление, после того, как мы учились в странах СНГ, мы к какой-то привыкли к системе образования. Так вот, есть удостоверение об окончании школы. Это удостоверение говорит о том, что человек проучился 12 лет, он закончил 12 лет школы. Это называется на иврите «Тудат штяме срешнот лямут» или «Тудат ютбет кетот». Как-то так. Для чего нужен этот документ? Он не говорит ещё о сдаче никаких экзаменов. Это просто человек физически сидел и смотрел на доску, при этом ничего, может быть, даже не записывая, ни одного экзамена не сдавая. Для чего нужен этот документ? Без этого документа невозможно поступить на большинство государственных курсов, которые не требуют сдачи экзаменов. Например, невозможно поступить ни на один курс Министерства финансов. Месрада Калькала, это бывший Месрада Тамат, говорю сразу на иврите. Например, человек, который не отсидел свои 12 классов, не может поступить на такие курсы, как «Хашмалаимусмах», «Маскирарыфуит», «Анадхашмалатахадвиштайм» и прочие-прочие курсы от Министерства финансов, от Минфина. Это кажется странным, но это как бы минимальное требование для того, чтобы человек учился на государственных курсах. То есть он должен хотя бы иметь удостоверение о том, что он закончил физически, находясь в школе 12 классов. Теперь мы говорим дальше о младших инженерах, о высшем образовании, вообще о том, для чего нам нужно получить документ, который называется «Таудат-багрут» или, как я уже сказала, что я его называю удостоверением выпускника. Итак, есть базовые специальности, которые обязательно сдать и в общей сумме получить 21 балл, 21 единицу этого багрута. Ехида, да? Сфрем-вэхат, ехидот-багрут — это минимум. Что входит в эти 21 единицу багрута? Это обязательные предметы, такие как язык иврит, причём он разделён на два предмета. Есть лошон и есть аба ваванат-анекра. То есть язык состоит как бы из двух частей. Есть также литература, которую обязательно тоже нужно сдать. Есть Танах — это изучение Торы. Есть история, есть израхут. Израхут — это, наверное, гражданское право или израильское право, что-то такое, точно не знаю, как переводится. Израхут — обязательная специальность, которую нужно учить в школе. По-моему, есть необходимость посещать занятия спорта. То, что на русском называется физкультура, в Израиле называется спорт. И необходимо, если я правильно понимаю, я точно не могу сказать, но, по-моему, нужно одну из специальностей обязательно закончить на 5 ехидот багрута, на 5 баллов багрута. Я для себя выбрала, например, когда я приехала в Израиль, мне было удобнее всего учить 5 баллов, 5 ехидот русского и 5 ехидот английского языка. И мне нужно было учиться в школе, где есть китату лим. Если вы приезжаете с детьми, которые старшеклассники, нужно обязательно проверить, где будет школа, которая дает специальную программу обучения для тех, у кого иврит — не родной язык. Это адаптированная программа обучения с определенным количеством материала, с определенными экзаменами, которые подстраиваются под то, что человек не владеет ивритом. И это, конечно же, касается, прежде всего, предметов, которые связаны с языком. Это сам иврит лошон, понимание прочитанного, это аба, история из Рахут, танах. Это те предметы, которые, конечно же, очень важно, чтобы были по специальной программе, адаптированной для новых репатриантов, так же, допустим, ивритская литература. на другие предметы, которые не связаны с языком, не будут какие-то льготы, или как это назвать, распространяться. То есть если нужно это учитывать, то есть английский это будет абсолютно одинаково со всем классом, со всей школой. То же самое математика, физика, химия никак не будут адаптированы, это будут обычные абсолютно предметы. В самом аттестате зрелости ничего не написано, что есть какая-то разница. И конечно же при приеме в вузы никакой дискриминации или какой-то там недовольства по поводу того, что человек учился для программы для новых репатриантов абсолютно нет. Я сама закончила после такого багрута университет Бен-Гурион. Это очень престижный университет и никаких проблем не возникло из-за того, что у меня такой багрут. Единственное что, нюанс, у меня была не очень хорошая школа, там нельзя было учить математику на 4 или 5 их идут багрут только на 3. Но поскольку я гуманитарий, для меня и 3 было непросто одолеть, и в принципе я осталась с теми предметами, которые мне и нужны. Но конечно лучше, когда школа большая, есть больше вариантов того, что учить. Итак, мы приходим к тому, что система багрута, система экзаменации, получения аттестата зрелости, аттестата о выпуске, аттестата выпускника в Израиле нестандартная. Что все приходят в школу, все учат одно и то же с первого класса по последний. Это не так, все действительно учат одно и то же. Не касаясь религиозной школы, я не буду вдаваться в эти подробности, это такие очень специфические нюансы. Итак, все учат одно и то же с первого по девятый класс включительно. И в девятом классе, по окончанию девятого класса, дети решают, что они будут учить. То есть по результатам тех оценок, которые у них есть, они могут выбрать в том числе, что они хотят учить. И они могут это выбрать также по основанию своих желаний. Например, если я неплохо успевала по математике, но я не хочу связывать свою жизнь с математикой, то мне не обязательно учить математику на 5 баллов. Можно учить на минимальные 3 или на средние 4. И вообще, что такое 3, 4 и 5 баллов багрута? Грубо говоря, в странах СНГ, в средненормальной школе, все предметы обучаются на уровне 4 эхидот багрут. Плюс-минус, грубая такая оценка, но вот как-то так. 3 это чуть меньше, а 5 это будет чуть или даже не чуть тяжелее, чем то, что училась в СНГ. То есть тот, кто закончил математику на 5 эхидот, возможно, учил ее больше, чем тот, кто учился в обычной, хорошей, обычной школе в странах СНГ. Это будет соотносимо с спецшколами по математике и физике, или, может быть, даже там будет уровень чуть больше, чем в израильских 5 эхидот. Но, грубо говоря, 5 эхидот, 5 баллов, это уже более специализированное изучение чего-либо, более углубленное. Как в СНГ были классы с углубленным изучением математики, или с углубленным изучением английского. И тут такой вопрос, который многим не понравится. Мое мнение здесь будет не совсем моим личным, это просто так работает система. Опять-таки, все, что я говорю, основано на моем личном опыте, это не является истинной последней инстанцией, не является информацией, заменяющей информацию, которую вам может предоставить Министерство образования. И, конечно, все, что я говорю, не является руководством к действию. Но русскоязычные родители, да и сами русскоязычные подростки имеют такую большую ошибку. Они пытаются как-то одеть стандарты СНГ образования, на то образование, которое происходит в школе здесь. И они пытаются набрать все предметы. Ну, как же не учить географию? Ну, как же не учить биологию? Ну, как же не учить химию? Ну, как же не учить физику? Ну, как же не учить, не учить, не учить? И получается, что они берут на себя очень-очень много этих занятий по всем-всем предметам. Получается, что все их одноклассники, которые выбрали, кроме обязательных специальностей, выбрали углубленное изучение или вообще изучение какого-то предмета, необязательного одного или двух, в то время как новоприбывший пытается охватить необъятное, то, что здесь не то, что не принято, даже система как-то под это не настроена. И это даже не даст каких-то бонусов при поступлении в ВУЗ в будущем. Поэтому не нужно брать все-все-все специальности и пытаться забить багрут какими-то сумасшедшими количествами изучаемых предметов, кроме необходимых. Поэтому нужно, я знаю, что все в жизни еще может перемениться, но нужно для себя решить, постараться решить, в каком направлении будете учиться после армии. И если речь идет о точных науках, то обязательно стоит взять математику и физику на 5 ехидот, багрута, на 5 баллов. Если речь идет о гуманитарных науках, то абсолютно необязательно брать физику вообще, а математику можно взять на 3 или, если она неплохо идет, на 4. Ехидот, багрута, 5 нету в них необходимости. 4 будет более чем достаточно. Если никак не связана будущая специальность географии, географию в старших классах уже не стоит брать, нужно освободить время для того, чтобы интенсивно готовиться к экзамену по необходимым предметам. Я уже не говорю о тех сложностях, которые возникнут из-за того, что речь идет о новом языке. Я говорю просто о том, что понабирав много-много специальностей и получив, например, не 21 балл, а 45 баллов багрута, но с низким средним рифалом, из-за вот этой вот большой нагрузки от большого количества различных экзаменов, которому даже не приспособлена здешняя система образования. У всех других одноклассников не настолько все насыщено, скажем так. И кто-то сделал, допустим, 30-их этот багрут, и у него высокие оценки по нужным предметам, по обязательным предметам, по математике, по английскому, по, почему-то очень важно, литература или язык, чтобы была хорошая оценка. И у него по этим предметам хорошие оценки, и у него 30 баллов багрута, да, а у кого-то другого 45 баллов багрута, ребенок измученный, просто вымотанный этими багрутами, и у него оценки, соответственно, ниже на это смотрят. Смотрят, что по математике, по английскому, что по базовым предметам, и что по предметам, которые требуют специальности, которую ребенок будет учить после армии. И если вы, вернувшись из армии, придете, у вас куча багрутов, которые неактуальны к вашей профессии, даже вы по ним получили 100, вам это не очень поможет или не поможет вообще. Поэтому, если ситуация как-то изменится, и вы вдруг решите учить что-то другое, возможно, лучше восполнить, и сделать после армии какой-то один дополнительный багрут, например, по химии или по географии, чем сделать меньше тех багрутов, на которые вы думаете сейчас, что они важнее всего. Потому что это распространено ошибками русскоязычных родителей и подростков загрузить себя, перегрузить себя экзаменами, которые неактуальны. Нужно обязательно закончить полный багрут прежде всего и сделать акцент на те специальности, которые нужны вам в будущей профессии. Как узнать, что нужно в будущей профессии? Зайти на официальный сайт университета и там посмотреть, какие у них требования для поступления и увидеть, какие профессии они требуют и какую оценку нужно по ним получить. Потому что бывает, например, написано, что на инженерном специальности какой-то университет говорит, что ему нужно или 5 ехидут багрут с оценкой выше, например, 75 или 80, но можно и 4 ехиды багрута, 4 единицы багрута с оценкой выше 85. И так далее, и так далее. С этим стоит ознакомиться. И, конечно же, нужно понимать, какие профессии с чем связаны. Также в интернерских школах есть много дополнительных, так называемых, мегамод. Это дополнительных всяких предметов, по которым можно получать багруты. Например, психология, социология. Например, СМИ. Например, театр и кино. Такой вот интересный вариант. Например, биотехнология. К размеру самого багрута это прибавляет много баллов. И может казаться, что это просто невероятно круто. То есть будет 10-15 дополнительных ехидот багрут. То есть багрут будет, не знаю, действительно 45 баллов. 40-45 баллов. И это может вызвать восторг от непонимания того, как устроен тот самый багрут. Потому что при поступлении, допустим, на программиста, то, что ребенок сделал в школе какие-то там большие багруты по биотехнологии или по какой-то большой проект по СМИ или по не знаю чему еще, не связанному с математикой и физикой. Но это никак не будет играть роли, не будет давать ему каких-то дополнительных плюсов. Это нужно понимать. Это хорошо для общего развития. Сделать психологию, социологию, биотехнологию, театр. Хорошо познакомиться со средствами массовой информации и так далее. Но по факту, если говорить функционально для поступления в ВУЗ, это особо не играет роли. Может быть, если поступать именно на эту специальность, например, начать учить психологию, социологию в школе, а потом делать учебу на бакалавра и на магистра по этой же специальности, может быть, это и будет каким-то плюсом, но это не является обязательным для поступления на все факультеты, связанные с поведенческими науками, ни на социологию, ни на психологию, ни на антропологию. Нет, требуются предварительные какие-то экзамены со школы по этим предметам. Требуются английский, требуется полный багрут и так далее, и так далее. Поэтому, да, система образования отличается, и тут нужно смотреть в старших классах очень функционально на то, какие профессии рассматриваются для последующего обучения после армии, и в соответствии с этим для себя выбрать, какие предметы будут изучаться уже на аттестат о окончании школы, какие предметы будут, кроме обязательных, выбраны, и которые будут изучаться именно с учетом будущего поступления в то или иное учебное заведение. Я надеюсь, что это немножечко прояснило то, как обстоят дела здесь учебы в старших классах. Я понимаю праведное негодование тех, кто говорит, как же так дети не учат географию или не учат, не знаю, биологию или не учат химию в старших классах. Почему они учат это только до девятого класса? Это западная система образования, американская. Есть такой предмет здесь в школе Мадаим, который переписан, грубо говоря, с американской системы, который называется там урок этот Science, и учат просто общие знания базовые по биологии, по физике и, в общем-то, по тому, как устроен мир, чтобы у ребенка было первичное впечатление об этих предметах. И потом уже в старших классах ребенок больше выбирает Поэтому да, так складывается, что самые важные жизненные решения мы зачастую принимаем в очень ранней юности и немножко боязно ошибиться, но это не смертельно. Если вдруг нужно будет доздать какой-то один экзамен после армии, то можно его доздать, если вдруг изменятся приоритеты. Но да, после девятого класса нужно для себя наметить, в каком направлении будет идти учеба и прежде всего сосредоточиться на этих предметах. И это, пожалуй, все, что я хотела сегодня сказать. Я надеюсь, что немножечко прояснилась картина. Всем желаю удачи в учебе. До новых встреч. Ну а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok